Друзья, всем привет! С вами Саша Тихонова, координатор Национальной ветеринарной конференции. И сегодня гость нашей студии вновь Сергей Коняев. Привет, Серёж. Привет. Сергей Коняев является руководителем не только секции инфекционных заболеваний животных на НВС, но также он ведёт секцию стендовых докладов. И для начала вопрос. Расскажи, пожалуйста, что это за секция, для кого она нужна, почему ты вообще решил этим заниматься? Секция постерных докладов обычно присутствует на всех крупных конференциях, не только каких-то международных, но и вообще это такая своеобразная научная традиция представлять именно постерные доклады. И именно на секции нашей, да, постерной секции в рамках Национальной ветеринарной конференции специалисты имеют возможность предоставить свои научные результаты, например, своих работ, может быть, какие-то свои клинические достижения, да, непосредственно в клинике, в той форме, в которой это общепринято во всём мире. В виде постера, некого стенда, где по определённым правилам, ну, представляются, собственно, те работы, которые были выполнены. Разумеется, это очень хороший способ, в том числе заявить о себе в рамках Национальной ветеринарной конференции. Может быть, для кого-то это будет первый путь, собственно, в сторону лекторства. А что нужно сделать для того, чтобы подать заявку? Как это происходит? Обычно, ну, если говорить вообще о прочих конференциях, докладчики, которые выполняют стенд, они представляют эту некую работу, да, то есть изначально, потому что это некая такая научная традиция, научные школы предусматривают то, как должно оформляться. Мы, со своей стороны, прекрасно понимаем с руководителями секции, что у нас нет такой большой базы, да, ветеринарных специалистов, которые, ну, грубо говоря, рутинно проводят какие-то научные работы. Поэтому мы решили, что у нас необходима некоторая премодерация для того, чтобы попасть на эту секцию. И проекты своих постеров, собственно, участники должны отправить на e-mail, который можно будет обязательно найти на сайте. И там же будут приводиться правила оформления этих самых постеров для того, чтобы руководители секции, специалисты именно в определенной области, скажем так, проверили данные постеры, ознакомились с ними, возможно, порекомендовали что-то участникам, чтобы поменять их в лучшую сторону. Ну и, соответственно, коллегиально мы принимаем решение об участии того или иного специалиста в этой секции. Ну а расскажи, как выглядит, собственно, эта постерная сессия и что из себя представляет? Итак, постерный доклад выглядит следующим образом. Мы предоставляем постерное пространство, проще говоря, стенд, на котором участник размещает свой постер. Постер распечатывается на листе формата А0 в портретной ориентации. Это лимитировано тем, что, ну, собственно, он больше всего подходит под формат самого стенда. Если делать в альбомной развертке, его придется сильно уменьшить, и это не будет так удобно просматриваться. Мы обычно рекомендуем делать большое количество красивых картинок, фотографий, потому что это лучше воспринимается и теми участниками, которые будут подходить и знакомиться с стендами. Ну и лучше позволяет вообще в целом проиллюстрировать работу. Много текста, считать тяжело. Кроме того, у нас еще и имеется конкурс среди постерных докладчиков. Самые интересные стенды, самые красиво оформленные или оригинальные, также получают определенные призы. Традиционно это бесплатные проходки на следующее MVC. Конкурс проходит в достаточно свободном режиме. Единственное неудобство для докладчиков, это то, что надо в определенный момент времени подойти к своему постеру, чтобы постерная комиссия, которая состоит из руководителей секций, а также все участники MVC, кого заинтересовал данный постер, могли подойти и задать вопрос непосредственному участнику, пообщаться, получить, возможно, какие-то разъяснения по данной работе или просто сказать спасибо за интересный доклад. Сереж, спасибо тебе большое за рассказ. Спасибо, приходите. Коллеги, те, кто хочет зарегистрироваться и участвовать в постерной сессии, с правилами вы можете ознакомиться на нашем сайте MVC. Мы всех ждем. MVC не за горами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok